Добрый день, уважаемые! Сегодня будет видео по ремонту либо кровати, либо матраса Intex. На данный момент эта кровать моя личная, точнее личная, но гостевая. Значит, изначально в кровати был то ли брачок, то ли что, и по боковой части, вот именно вот в этом сегменте, очень слабая по шву, то ли спайка была, то ли что, и постоянно, вот где-то в течение каждые в среднем месяца 4 образовывается маленькая дырочка. Я вот думал охватить более большой латкой, вот, но не прошло, значит, пришлось дальше ставить более маленькую, и здесь, вот теперь здесь опять дырочка промахнулся, нужно было вообще вот такую вот длинную ставить. Но речь сейчас пойдет не об этом, значит, это будет некий, назовем это лайфхак или просто дурка. Если вы смотрите это видео, значит, все получилось, потому что я его выложил. Начнем с того, что, например, составляют нас покупать интексовские ремнаборы, и мы все знаем, что это большой заговор, заговор больших компаний, но на самом деле не в этом случае, потому что именно интексовский набор клеит лучше всего, потому как у них неплохой клей и латка, которая под действием клея немного растворяется и принимает форму, заходит в шов и легко прилипает к данному покрытию, немного напоминающий велюр. Ах, так, хотел упомянуть, что с июля 2016-го почему-то интексовские ремнаборы пропали с рынка, поэтому их нигде нельзя было достать. Вот то, что у меня оставался кусочек, тут я и приклеил. На данный момент нам понадобится обычная латочка для велосипедных камер китайского производства и клей резиновый, который шел вместе с ним в комплекте. Поехали! Первое, что нам нужно сделать, это вскрыть клей. Вот я вскрыл, уже капнул себе. И наносим клей на дырочку. Точнее, в район дырочки. Я буду наносить его в большом количестве, так, чтобы охватить чуть-чуть большую площадь, нежели у меня, скажем так, образовалась дырка. И дам ему полностью высохнуть. Именно полностью. Вот я нанес жирный слой. Пусть он полностью высыхает. Дожидаемся. Так, вот, я намазал, оно почти высохло. Забыл, сразу нужно сделать таким образом. Значит, золотистую мы снимаем. И низ нужно тоже будет промазать клеем, чтобы он полностью высох. И заодно, немножко нужно снять верхнюю часть, чуть-чуть буквально. Потому что она очень сложно снимается. Как бы, немного нужно поддеть, потому что, если потом снимать ее потом, то можно латку отодрать вовсе. Она сильно, очень туго снимается. Поэтому тут чуть-чуть подковырнули, сняли вот в таком положении. Сейчас вот я низ промажу клеем и дождусь полного высыхания. Итак, прошло около получаса. Клей здесь подсох где-то с процентов на 96-97. Здесь он просох полностью. И так, что же мы будем делать дальше? Все просто. Мы наносим клей еще раз. Но на область латки. Многие не рекомендуют размазывать клей пальцем. Но я это сделаю. Опять же, если вы смотрите ролик, значит все получилось. Хорошо размазали клей. И кладем на дырку. Напоминаю, что она вот у нас ориентировочная здесь. Прошу прощения. Латку поставили. Пакетик пока не снимаем. Так, и у каждого дома есть вот такая вот штуковина. Это какая-нибудь гантеля или что-нибудь тяжелое. Я ее поставлю сверху. Таким образом, я оставлю всю эту конструкцию чудесную. Минимум часов на 12. Многие говорят, что хватит и часа вот для этого клея. Я не хочу рисковать. Поэтому я ставлю на ночь. Пусть стоит. И завтра с утреца я его надую. И мы посмотрим, что получилось. Так, ну что ж, прошло где-то около, наверное, 15 все-таки часов. Потому что не было времени раньше этим заняться. И давайте смотреть, что у нас получилось. Так, латка сидит. Теперь очень важный момент. Нужно попробовать отодрать, так сказать. Вот, начинаем отдирать латкой. Это плохо. Нужно выбрать такой момент, где мы уже немножко отодрали. О, пошло. Вот, цепляет немного. Клеенка сидит довольно плотно на ней. В общем, нужно не дать клеенке отодрать латку. Извините за такую клеенку. Я делаю это все одной рукой. Сейчас я отдеру и опять включусь. Да, двумя руками намного проще. Это занялось секунд десять. Вот, чуть-чуть края, видите, отступают. Вот. Так, ну, края я обмазывать не буду. Пускай они будут в таком виде, в каком есть. Сейчас я, наверное, процесс надувания, он довольно длительный. Около минут пяти. Я его записывать не буду. Просто надую и посмотрим, получилось у нас или нет. Так, ну, кровать надута. Выглядит это вот так. То есть, по плотности все нормально. Она не свистит, эта латка. Да, вроде не свистит. Сейчас я проверю ее водичкой. Так, ну, я тут без вас, конечно, пообливал ее водой. Могу честно, откровенно сказать, что она не булькает, не шипит пока. Так что, в принципе, все в порядке. Но это еще не конец видео, потому как окончательный вариант. Я сниму дня через три, дам ему постоять и посмотрю на деле. Возможно, она сейчас не показывает, а в итоге будет пропускать. Ну, до встречи через три дня. Итак, вот прошло, к сожалению, не три дня, а пять. Я отсутствовал, поэтому не мог, скажем, проверить. Что я хочу сказать? Значит, держит латка отлично. Диван немножко спустил, так как и должен спускать. В принципе, то есть, такие кровати нужно подкачивать где-то раз в неделю. Они чуть-чуть сдуваются сами по себе. То есть, я думаю, дело или в клапанах, или, в принципе, сам материал как-то немного пропускает. Но они немножко спускаются где-то в течение недели. Но совсем чуть-чуть. И могу точно сказать, что этот объем снизился не из-за этой латки. Вот, могу сказать, что латка отлично подошла, отлично сработала. Единственное, все же рекомендую, если есть возможность, покупать интексовские латки, потому что они удобнее, легче в установке и выглядят, если не делать вот так вот криво, как делаю я, выглядят эстетичнее. Если вам все равно, как это выглядит, то вполне подойдет и вот такая вот латочка. Всем спасибо. Я надеюсь, что я хоть кому-то помог. Надеюсь, что это видео было хоть кому-то полезным. Всего доброго.